Мир, труд, май. Во времена СССР эти слова были именами нарицательными, а праздник 1 мая для нескольких поколений советских людей был одним из любимых. Теперь он проходит без масштабных шествий с криками «Ура!» и транспарантами на Комыче. Зато алые банты на груди собравшихся говорят о единении и общем желании созидать. На самом деле, более ста лет тому назад положено начало празднования этой даты, праздник, который олицетворял единство трудящихся, единый порыв рабочих, крестьян, интеллигенции, которые в этот день встречались, праздновали и смотрелись надеждой в будущее. К сожалению, сегодня он не настолько популярен, хотя единство всех трудящихся, крестьянского трудящихся, интеллигенции, рабочих, оно остается, эта проблема остается, на самом деле, очень актуальной. И только единство общества может позволить нам развивать это общество, смотреть надеждой в будущее и не бояться никаких перемен, которые нас сегодня сотрясают. С надеждой в будущее, но с ностальгией в прошлое. Выступающие не без грусти вспоминали советские времена. Многие из нас присутствующих помним книгу «Горького мать». Рабочие, сплотившись, восстали против эксплуатации и пошли с демонстрантами, с плакатами и требованиями всех льгот, которые положены рабочему классу. Советская власть дала нам это все, вы это ощутили и с благодарностью вспоминаем, что это было так. Хотелось бы, чтобы то сладкое, то та забота, которую потеряли мы, трудящиеся, в советское время, чтобы оно вернулось. Вернулись те льготные путевки в санаторий, вернулись те поездки на море, на базы отдыха, чтобы каждый человек себя чувствовал хозяином страны. От советской эпохи нас разделяют десятилетия. Международный день солидарности трудящихся сменился праздником весны и труда. Но по-прежнему главные герои этого дня – простые труженики, врачи, учителя, работники транспорта и ЖКХ, все те усилиями которых страна движется вперед.